Ну, действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся. Как чувствовали, что времена будут непростые, но я вам по телефону не единожды говорил, и Российская Федерация, а мы тем более всегда под санкциями. Ну, сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли. Почему свинству? Потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это все незаконно, в нарушении всех международных соглашений и договоров, которым и они, и мы в части каких-то присоединились. Поэтому еще раз, третий раз, это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся, вы наелись уже. Я это к чему говорю? Я вот поднимался к вам сюда в кабинет, и журналисты там издалека кричали, переживем санкции или не переживем? Слушайте, сегодня не так вопрос стоит. Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Я человек советский, вы из советского периода хорошо знаете, мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. Просто в силу сложившейся обстановки, даже не с санкциями связанных, просто время мало прошло. Наши люди озаботились, но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. Мы всегда помогали своим союзникам, казахам помогали, да всем рынок мы некоторым открыли, не буду их называть, они обижаются. Ну так нам надо как-то собраться в ОДКБ, нам надо в Евразе собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Ну так давайте соберем. И поверьте, еще добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции. Поэтому ОДКБ и Евразе, вот я вношу предложение, я же имею право внести предложение. Я думаю, вы меня поддержите. Нам надо собраться в Москве за столом, сесть за стол, переговоры договориться. Мы вам это продаем, вы нам это и выстраиваем нашу общую экономическую политику. Поэтому я сегодня в Москву приехал с нормальным настроением, в уверенном том, что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада Советского Союза и даже в Советском Союзе. Советский Союз действительно жив, все время в условиях санкций развивался и добивался колоссальных успехов. Я вчера только что об этом сказал. Даже после 1990 года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые, в новейшие времена санкции со времен Советского Союза. Это так называемые Кахомовские списки ограничения в области высоких технологий. Все это было, так и есть. А сейчас делается массированный удар, такой наносится по экономике. Но практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне.